Доброе утро! На протяжении, пожалуй, всего своего существования, ну и, конечно же, по сей день. Информацией мы обмениваемся ежедневно в большом количестве, в том числе и на просторах интернет-сети. Я думаю, что многие сейчас уже встретили утро в обнимку со своим телефоном или ноутбуком, компьютером. В общем, вы уже посетили наверняка социальную сеть, проверили последние обновления, ну и, конечно, готовы встречать этот день вместе с нами. Сегодняшнюю программу откроет рубрика «Разминка» и прямо сейчас новый комплекс упражнений для телезрителей канала ТДК-42. Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Турек Виана. Сегодня я покажу вам простую разогревающую разминку, которая поможет вам проснуться и подготовиться к новому дню. Повторяйте за мной. Встаньте ровно, сделайте глубокий вдох и выдох. Руки на пояс, наклоны головы и стороны в сторону. Итак, поехали. В левую и в правую. Четыре раза. Еще два. Молодцы! Открытый шаг. Касаемся стопой. В правую и левую сторону. Руки перед собой. Все делаем по четыре раза. Добавляем руку вперед, через сторону. Еще. Выдох, выдох. Раз, два. Раз, два. Активнее. Еще. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще один. И снова по разу. Отлично. Приседания в правую и левую сторону. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вдох, выдох. Больше сгибаем колени. Еще раз. Отлично. И только вниз, вверх. Не отрываем пятки. Четыре раза. Еще четыре. Раз, два, три, четыре. Снова открытый шаг. Повторяем все с начала. Руки перед собой. Добавляем пик. Через сторону. Выдох, выдох. Еще. Отлично. И снова приседания в правую и в левую сторону. Вдох, выдох. Еще. Больше сгибаем колени. И только вниз, вверх. Вниз, вверх. Активнее. Еще немного. Четыре. Три. Два. Отлично. Теперь делаем полукрут вперед. Колени не сгибаем. Ощущаем, как растягиваются мышцы задней поверхности бедра. Еще один. Теперь сгибаем колени. И проносим корпус как можно ниже, через низ. Вдох, выдох. Еще раз. Теперь делаем те же самые упражнения, но в прыжках. Итак, поехали. Право и влево. Право и влево. Еще. Добавляем руку. Через сторону. Больше амплитуда. Два раза. Выше поднимаем стопы вверх. И по два раза. Раз. Два. Колено поднимаем. Еще. Активнее. Еще два раза. Один раз в каждую сторону. Молодцы. И наклон. Вдох. И наклон вниз. Вверх. И в сторону руки. Еще два раза. Право и влево. Право и влево. Еще раз. Все отлично. Восстанавливаем дыхание. Делаем глубокий вдох. И выдох. На этом наша разминка подошла к концу. До новых встреч. Кто такой чемпион? Для взрослого человека не составит труда описать человека с большим талантом и волей к победе. А что значит чемпион для наших самых маленьких телезрителей? Прямо сейчас рубрика «Устами младенца» об этом и расскажет. Когда выигрывает кто-нибудь. Это когда люди не боятся. Чемпион – это когда побеждаешь. Чемпион – это когда побеждает. Чемпион – это кто победил, получил медаль. Перефразирую известные выражения и скажу так. Собаки разные нужны, собаки разные важны. И, конечно, разные люди любят разные породы. Кто-то совершенно не признает маленьких собак, а кто-то боится больших. Но сегодня мы обратим внимание на очаровательную породу и поговорим о пекинесах. А опытный ветеринар с удовольствием расскажет обо всех особенностях этой породы. Маленькая декоративная порода собак – собака-компаньон. Очень популярная в нашем городе. Небольшого размера, не нуждается в больших прогулках. Но, учитывая ее специфику происхождения, искусственное, то есть короткая морда, открытые выпуклые глазки, имеет проблемы с суставами, имеет проблемы с сердцем. Плохо переносит жару. Это обязательно нужно учитывать, потому что такие собаки не требуют длительных прогулок и особенно опасно для них путешествие по жаре выше 30 градусов. Ни в коем случае, ну, в принципе, это относится ко всем собакам, не оставлять летом собак в закрытой машине. Убеспечен тепловой удар и, возможно, даже гибель животных. Если собака на прогулке перегрелась, первые меры, которые хозяин должен предпринять, это перенести собаку в тень, смочить ей животик холодной водой по возможности, положить холод на область сердца и на затылок. Ну, естественно, напоить собаку водой или оросить ротовой пол с водичкой. Отнести собаку домой в прохладное место. Из-за того, что могут быть проблемы с сердцем, желательно всегда дома держать, ну, из самого элементарного, это корвалол, чтобы можно было накапать на язык и облегчить состояние собаки. Главное, боль иногда настигает на совершенно неожиданной и под рукой не оказывается совершенно никаких средств. И тут нужно обратиться к народной медицине. Сейчас мы расскажем, как может помочь в этой непростой ситуации обыкновенная поваренная соль. Все внимание на телекраны. Как часто можно услышать в разговоре жалобы на головную боль? Конечно же, нет ничего проще, чем тут же выпить таблеточку анальгина либо чего-то другого. У каждого свои средства. Мы предлагаем попробовать необычное, но вполне радикальное средство. Насыпьте обыкновенную поваренную соль в простой мешочек и отправьте на 5-7 минут в морозильную камеру. Затем прилягте и поместите мешочек с солью на темя. Закройте глаза и полежите спокойно около 10-15 минут. Вы не заметите, как боль начнет спадать, а дело все в соли, которая вбирает в себя тепло, сужает сосуды всей головы, тем самым благоприятно на них действует. Когда вы почувствуете, что соль согрелась, переложите ее на переносицу и закрытые глаза. Будьте внимательны, температура соли должна быть не ниже комнатной, иначе могут пострадать пазухи носа. Народный опыт гласит, что для снятия боли обычно бывает достаточно одного холодного солевого компресса. Ну а если боль не утихнет, то через 30 минут повторите эту процедуру. В кисломолочные продукты должны входить наш обязательный ежедневный рацион. Однако мало кто этому правилу следует. Но мы постарались в следующем сюжете рассказать вам, как выбрать самый правильный, а соответственно и полезный кефир. И вот что у нас получилось. Один из главных показателей качества и натуральности – срок годности. Если он превышает 7 дней, так и знайте, что в кефире имеются нежелательные добавки. Будьте аккуратны при покупке биопродукта. Прежде чем отдавать за него деньги, найдите на упаковке информацию о количестве бифидобактерий, которых должно быть не менее 10 миллионов кое на грамм. И помните, только в настоящем кефире содержатся дрожжи. Если их вы не обнаружили в составе, значит перед вами всего лишь кефирный продукт. Ежедневно мы сталкиваемся с мытьем посуды. Ежедневно мы берем одну и ту же губку и проводим одни и те же телодвижения. Однако мало кто думает о том, что такая губка должна подвергаться тщательной очистке. В лучшем случае ее, конечно же, надо сразу заменить. Однако это очень неэкономно. Как очистить губку для мытья посуды? Об этом мы расскажем через несколько секунд. Губки для посуды – это целый рассадник микробов и кишечных палочек. Да-да, не удивляйтесь, ведь в них же всегда находится влажность, всегда еда, остатки пищи, которые полностью не удаляются. И это настоящее пиршество для кишечной палочки. Объявляем микробам войну. Будем проводить жесткую десинфекцию. И где вы думаете? В микроволновой печи. Благодаря микроволновому излучению умрут все микробы. После ужина помой всю посуду, тщательно промойте под проточной водой с моющим средством губку, для того, чтобы удалить все остатки пищи. Губку положите в микроволновку и включите ее на всю мощность на одну минуту. Вот и все. Все микробы уничтожены под высоким микроволновым излучением. И такую десинфекцию нужно проводить с ними каждый день. Следующие несколько минут будут посвящены вопросам религии. И служитель церкви расскажет нам ответ на очень интересный вопрос. Можно ли просто прийти в храм, помолиться и при этом не покупать свечки? Я уверена, что для многих верующих это вопрос животрепещущий. И поэтому вы прямо сейчас получите на него квалифицированный ответ. Вот мои прихожанки иногда говорят, ой, владыка, я пошла в церковь, да вот денег нет, не за что свечку купить. А я говорю, и не надо, приходи, молись вместе. Господь есть в Библии, говорит евреям, что надоели мне ваши жертвоприношения и курения. Не надо, мне не надо это, Богу не надо. Мне надо ваше сердце. Любовь отношение к Богу, как к Богу. И все. И Бога, я всегда своим говорю, вы не бойтесь Бога. Любите и уважайте, как своего родного отца. Потому что Бог для нас всех отец. Он нас всех сотворил. По образу и по подобию своему. И я тоже говорю, что никогда, когда ругаетесь, не плюйте в лицо. Потому что иногда, ой, фу на тебя. Нельзя. Потому что человек, любой, это образ и подобие Божие. Значит, ты плюешь. Вот я плюнул на тебя, это значит, я плюнул на Господа. Потому что ты есть образ и подобие Божие. Маринованный лук станет прекрасным дополнением к мясу. И в следующем сюжете вы сами убедитесь, как это вкусно. Если вы до сих пор это не пробовали, то прямо сейчас узнаете простой рецепт. С приближением холодов иммунная система человека нуждается в подзарядке витаминами. Для их получения необходимо совместить два дела. Готовку и употребление маринованного лука. Перед началом процесса приготовления продукта даже не нужно идти в магазин. Все компоненты могут быть у вас под рукой. Какой уксус нужен, чтобы вкусно замариновать лук? Есть много вариантов уксуса. Яблочный 70%, 9%, бальзамический и винный. Яблочный имеет богатый и мягкий вкус, интересный аромат, а также сжигает жир в организме. Что не скажешь о спиртовом уксусе. Уксусы с пометкой 70,9% зарекомендовали себя при лечении респираторных заболеваний и помогут сформировать неплохой вкус для солянки или тушеного мяса. Они не рекомендуются худощавым людям. Не стоит переживать из-за калорийности маринада. Она небольшая. 100 граммов порции имеет 82,2 калории. Половина их – жиры. При потреблении подобной пищи организм получает 1,4 граммов белка и 8,5 граммов углеводов. Приятно будет узнать, что помимо калорий, вместе с маринованным луком человек получает полезные витамины В5, В2, К, Е, П, П, а также для укрепления организма микроэлементы – калий, кальций, магний и железо. Дискомфорт в желудке – распространенное явление после обильной пищи. И многие решают заесть хорошую и жирную пищу большим количеством разнообразных таблеток. Однако в этой очень простой ситуации поможет такое же простое средство. Активированный уголь поможет от неприятного ощущения в желудке. Смотрим, как его применять. После употребления некачественных продуктов питания возникает ощущение дискомфорта в желудке, а вдобавок – тошнота, рвота, диарея. Это пищевое отравление, лучшим средством от которого является активированный уголь. Взрослому человеку необходимо выпить 20-30 граммов угля за сутки. Эффективность порошковой формы выше, чем таблеток, потому что последнее содержит примеси желатина, крахмала, снижающего адсорбирующую способность этого медикамента. Необходимую дозу нужно развести в 100-150 миллилитрах воды, размешать и выпить. Если отравление не сильное, то используйте следующую формулу. Одна таблетка угля на каждые 10 килограммов веса. Следует купить пару пластинок в аптеке, а перед употреблением таблетки необходимо измельчить, запить большим количеством воды. Такую же формулу употребление используют при алкогольной интоксикации. А чтобы избежать похмелья, примите таблетки по схеме. Одна таблетка на 10 килограммов до начала празднования. Если вечер затянулся, то еще и перед сном. Так лекарство максимально абсорбирует в себя выделяемое алкоголем ядовитое вещество, предотвратит распространение его по организму, а заодно снимет похмельный синдром. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, на календаре сегодня 26 ноября, четверг и практически уже конец рабочей недели. Премия летит очень быстро, а это значит, что каждый день должен быть наполнен чем-то интересным. Проводите эти хорошие, такие холодные, но в то же время прекрасные осенние вечера вместе со своими любимыми и родными. И именно тогда ваша жизнь станет ярче и интереснее. Всем отличного настроения, хорошего четверга, до скорых встреч.